Всем привет! С вами MusicMagTV и я Дима2DCube. Представляем вашему вниманию очередной выпуск горячих новостей мира музыкальной индустрии. Компания Focusrite выпустила новую линейку аудиоинтерфейсов Scarlett. Обновленная серия аудиоинтерфейсов Scarlett, как и прежде, включает шесть моделей с различным количеством входов и выходов, а также два новых студийных набора. Изменения коснулись как внешнего вида, теперь все регуляторы металлические, так и начинки устройств. Задержка сигнала стала еще ниже, доходя до 2,72 секунды. Частота конверторов повысилась до максимальной отметки в 192 кГц, обновились предусилители и аудиовходы. Кроме того, в комплекте с новыми картами мы обнаружим обновленный комплект софта. Pro Tools с 12 фирменными плагинами, Ableton Live Lite, набор плагинов SoftTube Type & Tone, набор фирменных плагинов Red Auto Focusrite и 2 гигабайта профессиональных сэмплов от Loop Masters. Стоимость аудиоинтерфейсов формируется от 100 долларов за младшую модель 2i2 до 500 долларов за флагманскую 18i20. Всем известно качество швейцарской техники, однако аудиооборудование, выпущенное в этой стране, встречается не так уж и часто. Один из уникальных швейцарских брендов, создающих оборудование Pro Audio сегмента Varia Instruments, на днях представил новую уникальную разработку, аналоговый DJ-микшер RDM20. Новинка выполнена в винтажном стиле и оснащена двумя универсальными каналами с линейными входами и фонокорректорами. Здесь имеются отдельные обрезные трехполосные эквалайзеры на каждом из каналов, плюс общий трехполосный обрезной эквалайзер, каждый со своими уникальными свойствами. Стоимость новинки составляет 2200 швейцарских франков, около 150 тысяч рублей. Компания Zoom на днях представила новый портативный рекордер H4n Pro. Как утверждают разработчики, новый рекордер сохранил все особенности предыдущей модели, каждая из которых получила множество улучшений, к которым, например, относятся новые микрофоны с максимальным звуковым давлением в 140 дБ и комбинированные XLRT-распредусилители с модели H6 с шумовым порогом в минус 120 дБ. Как и прежде, здесь имеется возможность регулировки положения микрофонов с декодированием мидсайд-составляющей, функции одновременной записи четырех аудиодорожек, поддержка фантомного питания, встроенные эффекты и многое другое. Стоимость Zoom H4n составляет 220 долларов. Приобрести рекордер можно уже сейчас. Компания CakeVolk собирается выпустить новую версию DAW Sonar для компьютеров Mac. Новая версия знаменитой DAW Sonar, развивающейся еще со времен операционной системы DOS, как ни странно, обещает быть абсолютно бесплатной. По словам маркетологов компании, данная акция призвана обеспечить интерес новой волны музыкантов и звуторежиссеров. Выпуск новой DAW запланирован на осень этого года. CakeVolk также подготовила приятный сюрприз и для пользователей Windows. Приобретение Sonar Platinum до конца лета обеспечит им пожизненные бесплатные апгрейды программы. И это неспроста. Специалисты CakeVolk сообщают об активной работе над новой версией Sonar, основанной на многочисленных запросах и комментариях пользователей. Например, новая версия получит обновленный инструментарий и функцию оптимизации CPU для работы с большим количеством плагинов. Следующая новость посвящена новому контроллеру для iOS, получившему название ClavTar. Новый сенсорный контроллер ClavTar автоматически адаптируется под размеры ваших рук, предоставляя музыканту максимальный комфорт исполнения. Здесь имеются сенсоры для ввода MIDI-нот, переключатель октав, сенсоры высоты тона, модуляции и громкости, и функция транспонирования. Также контроллер имеет 9 встроенных звуков и возможность передачи MIDI-нотсообщений по Wi-Fi. Стоимость ClavTar составляет 6 долларов. Диего Стокко, современный сам дизайнер, ранее замеченный за использованием сэмплов белки в качестве ревербератора и другими странными идеями, на днях представил новый креативный инструмент для Ableton Live, получивший название ColorBots. ColorBots — это уникальный инструмент для колорирования перкуссионных партий, добавляющий в саунд управляемые тональные элементы. При создании ColorBots Диего использовал новую технологию Adaptive Tonal Processing, использующую комбинации перекрестного синтеза и комплексных гармонических фраз. Новый инструмент органично встраивается прямо в Ableton. Maximus P или внешние плагины здесь не нужны. Стоимость ColorBots составляет 35 долларов. Следующая новость обещает быть заманчивой для всех любителей музицировать вне дома. Новый Kickstarter проект предлагает всем желающим получить универсальный блок питания для любых музыкальных устройств. Новый Ripcord позволяет запитывать различные музыкальные устройства от обычного USB-порта, который можно подключить как к общей сети через адаптеры, естественно, так и к компьютеру, планшету или портативному аккумулятору. Стоимость Ripcord составляет 14 евро. Приобрести его можно на официальной странице проекта. Ссылка, как всегда, находится в описании. Вы все еще ищете, где скачать мастеринг? Хвалите небеса! Теперь, как это ни парадоксально, такой ресурс наконец появился. Новый интернет-ресурс Lander предлагает всем желающим получить профессиональный мастеринг вашего трека всего за несколько минут. Просто перетащите ваш трек в окно Lander и встроенные алгоритмы, предварительно проанализировав ваш хит, автоматически отмастерят трек. По утверждениям разработчиков, сервис использует профессиональный адаптивный мастеринговый пресет, созданный топовыми звукоинженерами и включающий мультибенд компрессию, эквализацию, оптимизацию стереобазы, лимитинг, эксайтинг и многое другое. Самое приятное, что готовый трек вы сможете получить совершенно бесплатно. Правда, либо в формате mp3, либо с последующей загрузкой трека в ваш SoundCloud. За скачивание WAV-файла уже придется раскошелиться. Впрочем, для мастеринга демо-треков, миксов и различного промо-материала этого вполне достаточно. Ссылка на уникальный сайт находится в описании. Приятно, когда современные идеи получают мощную поддержку. Например, один из самых известных креативных MIDI-контроллеров Continuum Fingerboard на днях обзавелся одноименным музыкальным фестивалем. Continuum Con пройдет в Нэшвилле, США с 9 по 11 июня. Фестиваль соберет под общей крышей всех неравнодушных к новому контроллеру. Здесь пройдут многочисленные лекции, воркшопы и, конечно, концерты с Continuum Fingerboard в главной роли. Для тех, кто не в курсе, Continuum Fingerboard — это уникальный MIDI-контроллер нового поколения с широким нотным диапазоном, превышающим стандартные 88 нот, а также возможностью индивидуального изменения параметров каждой из нот. Стоимость билета на фестиваль составит 150 долларов. Современное цифровое искусство немыслимо без вопросов, касающихся авторских прав. И одним из самых главных до сих пор нерешенных вопросов в этой области является вопрос сэмплирования чужого материала. Собственно, подобная судебная тяжба произошла совсем недавно. Легендарный коллектив Крафтверк подал в суд на молодую рэп-исполнительницу Сабрину Сеттлурн за то, что та использовала сэмплы из трека Metal on Metal в своем бите. И что же вы думаете? Да, Сабрина выиграла. Суд решил, что активное использование сэмплов является неотъемлемой частью жанра хип-хоп и отклонил заявление. А что по этому поводу думаете вы? Ждем ваших комментариев. Но ссылки на оригиналы Крафтверк и трек Сабрины находятся на экране. Друзья, а теперь главная новость. Пришло лето, и наш канал, как и все вы, очень хочет веселиться, гулять и бездельничать. Поэтому теперь все наши сюжеты будут выходить раз в неделю, по понедельникам. Ну а новости мы будем публиковать раз в месяц. Так что увидимся через месяц, отдыхайте. Ну а напоследок мы предлагаем вам отличную подборку фотографий ночных клубов после тусовок. Алоха! Субтитры создавал DimaTorzok